Неколи тут был санаторий Васильевка, алия пошня 12-х годов, дом-интернат для ветеранов войны, працы и инвалидов. Некто знаходится тут относно непротяглый час. Для некого эта установа стала литерально другим домом. Правда, у адрознения отзвычайного жилья тут и медицинская допомога оказывается, и культурно-массовая работа проводится, и про необходности социально-працовная реабилитация. Петр и Наталья Мехдаленок у Васильевцы уже омаль три с половой годы. У свой час муж служил на военном корабле, женка чекала на березе. Теперь они постоянно разом, тому есть час и в шашке сыграть, и в контакте со шматрикими сябрами сустреться. Семья Мехдаленок с поспехом освоила интернет. А рассказывает он, как нам здесь жить. Они все в восторге. Из Барнаула женщина знакомая, хорошая. Она пишет, что мы были в подобных интернатах у них в России, но таких вот условий они нигде не видят. Я в основном, это военные, Севастополь. Есть такая группа Краснокавказа, на которой я служил. Там очень много фотографий, очень много сообщений. Первого кострышника в доме-интернате Васильевка – святочный день. Со 140 человек, а маль 90, могут отнестись обе до категории пожилых. Центральная паде – концерт с уделами особой мастерской самодеятельности и солистов военного ансамбля пограничной группы. С этой нагоды навык под вечерок ранее зарабили. Правда, только продугледженным меню проживающие сегодня не обмежавалися. Сярод гостей – депутаты областного совета, пограничники и представники областной организации белорусского червоного крыжа. И все с подарунками. И отношение к ним совсем такое трепетное, очень теплое должно быть. И мы сегодня хотели приехать и порадовать их хоть чем-то. Волонтеры поухаживают за ними. Мы, как депутаты, подарим сладкие подарочки, сувениры им. Ну, а они своими силами продемонстрируют концерт нам. Олег Синтеров, Евгения Кухаруна, Кеугин Макеенко, отеля радую компанию «Гомель». Спасибо.